Здоровье это еще не все, но все без здоровья ничто, поэтому ближайшие полчаса посвятим полезной информации. Меня зовут Инна Сапанченко, здравствуйте. Человеческий организм, как биологическая система, очень сложен. Он похож на множество трубок и электрических проводов, которые осуществляют взаимодействие всех органов. Со временем трубки, то есть кишечник, сосуды начинают засоряться. Провода, отходящие от спинного мозга к органам из-за ухудшения эластичности межпозвоночных дисков, пережимаются. И как следствие многочисленные болезни. О гармонии и равновесии нашей биологической системы поговорим сегодня. К нам пришла Татьяна Калинчева, врач высшей категории, директор медицинского центра «Биоравновесие». Добрый день. Здравствуйте. Татьяна Геннадьевна, где-то прочитала, что наша вот эта сложная биоэнергетическая система запрограммирована на 120 лет безболезненного существования. Как-то 120 лет мало у кого получается. Что происходит? Ну, нужно сказать, что очень многие доктора над этим работают. И как раз многие медицинские центры ставят перед собой задачу привести к тому, чтобы человеческий организм жил долго, жил качественно. И наши болезни как можно меньше посещали наш организм. Поэтому и открываются такие медицинские центры, где многие доктора, увлеченные своей работой, занимаются как можно чаще своим усовершенствованием. Много ездят, смотрят, читают и пытаются привносить здоровье для тех пациентов, которые приходят к ним. Ну вот знаю, что вы как раз из этой категории докторов, из людей увлеченных. Спасибо. Чем последнее особенно время вы занимаетесь в вашем центре? На что направляете свои усилия? Ну, наш центр в основном занимается и детьми, и взрослыми. Но по детской практике мы сегодня так много не будем уделять ей внимания, больше ко взрослым. Но по детской практике нужно выделить то, что мы занимаемся такими диагнозами, как энурез, недержание мочи. Как невроз навязчивых движений, когда детки хлепуют носом, дергают плечиками, моргают глазами. Миопия, нарушение зрения у школьников, дерматиты и много других заболеваний. При данных заболеваниях иглотерапия очень хорошо помогает. Но особую роль именно в нашем медицинском центре мы отдаем таким серьезным диагнозам. Таким, как угроза детского церебрального паралича, как проявление аутизма, как нарушение речевого развития, нарушение психоэмоционального развития. И у нас в центре развиты очень большое количество методик, которые дают результаты. И когда мы видим эти результаты, когда мы получаем эти результаты, это как раз дает нам движение вперед. И мы хотим познавать больше и давать больше для того, чтобы получать больше знаний и больше отдавать этих знаний, получать больше результаты. Но именно по детской практике, так сказать, посмотрев нашу с вами предыдущую программу и посмотрев наш сайт, можно там как раз прочитать про все наши методики, какие мы применяем именно в детской практике. И я всегда могу пригласить на консультации, ответить на все вопросы, которые интересуют родителей данных деток. То есть сегодня мы о взрослых поговорим? Да, именно в сегодняшней передаче я хотела бы уделить внимание именно взрослому населению. Одной из самых таких прекрасно дающих результатов, то, что лечим мы, к ним относится шейный хондроз, поясничный хондроз, протрузии и грыжи позвоночника. Ой, наверное, каждому второму, если не больше, знакомо. Да. Так вот, данный диагноз у нас лечится очень хорошо. Почему? Потому что мы применяем так называемую толстую иглу или пекин-игла. Эту иглу или эту методику разработал китайский профессор Цуханжа. Этой методике уже более 20 лет, как ни странно. Но применяют ее, особенно в России, исключительно редко. В Китае очень много, в России редко. И как в свое время, когда я вам рассказывала про систему Суджок, кисть-стопа, то профессор Пак Дживу, он как бы прорыв сделал в иглорефлекс-терапии именно в Суджок-терапии, то именно китайский профессор Цуханжа сделал прорыв в китайской иглотерапии, когда придумал вот эту методику, методику толстой иглы или методику пекин-иглы. Чтобы разобраться, что такое пекин-игла, нужно сначала разобраться по причинам заболевания. При каких заболеваниях применяется вот эта пекин-игла, откуда все это берется, то есть как бы корень болезни. Вот для того, чтобы разобраться в причине заболевания, одной из вариантов заболевания, мы должны сказать о том, что идет перегрузка мышцы. То есть когда длительное время мышца перегружена, длительное время человек находится в определенном состоянии и постоянно перегружает одну и ту же мышцу или группу мышц, то происходит спайка вот этих вот мягких мышц. И эта спайка в свое время к чему приводит? К тому, что начинается ограничение движения в данном каком-то участке тела и происходят очень сильные болезненные процессы. То есть вместе с спайкой происходит такой сильный болевой процесс. Иногда, знаете, приходят к нам пациенты, говорят, вот такое ощущение, как будто там, например, в области лопатки, как будто вот жук какой-то сидит, он грызет, грызет, там и спать не дает, и лежать не дает. У кого как, да. То есть болевые синдромы, они по-разному описываются клинически у каждого пациента. И данные вот эти вот точки, точки спайки, они лечатся. И, так сказать, в традиционной медицине вы приходите на массаж, там говорите, вот у меня вот тут вот и жмет, и давит, и мешает, и спать не дает. И делаются определенные физиотерапевтические процедуры. Но данная методика, она не совсем до конца помогает. Почему? Потому что эта спайка, как говорят китайские доктора, она как торт. То есть вот один раз перенапряглись, второй раз одна спайка, вторая спайка, и образовался такой уже огромный такой тортик. И для того, чтобы прожать эту спайку, не всегда хватает сил у массажиста, и не всегда помогает эта физиотерапия. А вот толстая игла, данная Пекин игла, она проводит разрыхление мышечного волокна. То есть когда мы ее вставляем и разрыхляем мышечное волокно, тем самым мы улучшаем эластичность данного мышечного волокна. И тем самым мы улучшаем движение. Процедура делается недолго, но слегка болезненно, но как бы с обезболиванием, но дает изумительный результат. То есть получается, что вот эта Пекин игла или толстая игла, это является механическим стимулом для того, чтобы расширить кровеносные сосуды и улучшить питание данного места. И результат идет быстрее. И чем опять хороша эта методика, это тем, что мы приглашаем пациентов, они приходят к нам на лечение раз в две недели. То есть к нам не надо ходить каждый день. Если иглорефлексотерапия – это каждый день, не менее 10, иногда 15 сеансов, то именно толстая игла или Пекин игла, она применяется раз в две недели. Это очень удобно. Есть там, конечно, определенные необходимые подготовки, но это мы все объясняем и все рассказываем. Это что касается именно вот хондроза, грыж и протрузии. Но я бы хотела на этой передаче еще рассказать про другие диагнозы. Я бы хотела рассказать про такие диагнозы, как гипертония, которой сейчас очень много. Опять же, болезнь век. Да, дерматиты. К ним включается псориаз. Псориаз – очень тяжелое заболевание, оно практически очень трудно излечимо, но наши методики дали давать очень хорошие результаты. И особенно последняя специализация, где я была сейчас последний раз в марте в Пекине, ну, как бы опять профессор нам выдал замечательную информацию, и мы сейчас ее уже начали применять, и видим, что результаты есть. И помимо того, что гипертония, псориаз, головные боли, онемение рук и ног, невротические реакции, и очень модное сейчас это ожирение и синдром хронической усталости. Очень модное. Это сейчас сплошь и рядом. Поэтому мы как бы применяем новые методики. Мы применяем иглорефлексотерапию и элементы кровопускания. Но перед тем, как мы приходим к этому лечению, мы сначала проводим диагностику. То есть приходит к нам пациент. И вот благодаря, опять же, последней специализации, которая была в марте в Пекине, диагностика сильно расширилась. То есть мы теперь смотрим и кисти рук у пациентов, и язык, и болевые точки, и смотрим, сосуды, правильно они идут или нет. И смотрим, какие это сосуды, мягкие или жесткие. И смотрим, как двигаются сосуды, двигаются они или не двигаются. Не насквозь видите. Не насквозь, это все на теле нарисовано. И когда вот это все уже в какую-то определенную систему укладывается, то мы задаем еще наводящие вопросы. Мы обязательно спрашиваем, чем питается пациент, как он живет, как он спит, как он одевается. Вот это все играет огромную роль. И помимо того, что мы собираем вот этот анамнез и осмотр пациента, мы теперь стали еще определять PH. Что такое PH? PH – это кислотно-щелочной баланс. И Нобелевский лауреат Отто Варберг, он говорил о том, что вот кислотно-щелочной баланс 7,43 приводит к тому, что если его держать в таких цифрах, что ни грибы, ни вирусы, ни паразиты, ничего в организме не будет оставаться, все будет убегать. И даже не будут развиваться раковые клетки. Но нарушение кислотно-щелочного баланса приводит к тому, что организм закисляется. То есть вырабатывается огромное количество кислоты. Вот, кстати, псориаз в том числе, почему у них белые бляшки на теле появляются? Это вот выбрасывается, на кожу выбрасывается вот эта излишняя кислота. То есть выбрасывается большое количество кислоты, но организм у нас, как мы говорили уже, саморегулирующая система, да? То есть и организм начинает как-то бороться с этой кислотой, ему что-то нужно сделать. Поэтому он что делает? Он берет и забирает минералы из органов, из костей, и начинает все это тушить. А остаточки оставляет в желчном пузыре, камушками, в почечках, там, на суставах. Очень доходчиво и образно. Да. То есть получается, что организм начинает с этой кислотой бороться, да? И наша основная и главная задача, когда приходит к нам пациент, не просто осмотреть и дать ему процесс лечения, а объяснить и рассказать, а почему это происходит, откуда причина этого заболевания, откуда корни этого заболевания. И, конечно, огромную роль играет потом, когда мы уже ко всему пришли, мы уже пациенту рассказываем и как питаться, и как одеваться, и что нужно делать. Да, чтобы не возвращаться к тому, от чего он пришел. Но мы должны с вами сказать о том, что когда проходит вот эта диагностику, мы прошли, мы помимо того, что мы смотрим все тело, мы смотрим PH, мы смотрим, как у нас проходят какие сосуды, есть такой еще один маленький моментик, я вот думала, говорить или не говорить, но решила все-таки про него сказать, что как бы вся восточная медицина, она состоит из пяти первоэлементов, ну и вообще весь мир состоит из пяти первоэлементов. Что это такое? Это хотя бы возьмем на примере времен года, да? То есть у нас, например, зима переходит в осень, да? Там осень переходит в лето, лето переходит в весну. То есть идет смена года, да? То же самое происходит в человеческом организме. В человеческом организме также все меняется, как по временам года. И возрастной фактор, когда приходит к нам пациент, тоже играет огромную роль. Почему? Потому что как только ребенок рождается, до 12 лет это идет энергия ветра. Что это такое? Он активный, он прыгает, он много разговаривает, он постоянно мешает. Ему вот надо бегать, да? С 12 до 24 идет энергия огня, когда мы влюбляемся, когда нам все море по колено, мы можем все в этой жизни, да? Мы кипим, горим. С 24 до 36 идет энергия влажности, когда человек полнеет, он уже чего-то добился в этой жизни, он немножечко уже устаканился. С 36 до 48 идет энергия сухости, когда у нас появляются первые морщинки, когда появляется первая седина, появляются первые заболевания, и с 48 до 60 идет энергия холода, когда уже хронические заболевания, когда уже хочется надеть носочки, завернуться во что-то тепленькое, энергия холода. А потом все начинается опять. Ну как это? И когда говорят, что люди, например, возрастные, и вдруг, как так у моей бабушки, любовь, это непонятно молодежи, а иногда это энергия огня так делает, что это круче, чем у молодых заворачивается. Молодежь говорит, что сбрендила бабушка. Нет, а это все объяснимо, то есть это все объяснимо по энергетике. И когда к нам приходят пациенты, мы его осматриваем, мы обязательно смотрим, в каком возрастном периоде он к нам пришел. Почему? Потому что когда я уже знаю, в каком возрастном периоде он пришел, я могу уже примерно сказать, что его в этом возрастном периоде может предположительно догнать. И уже могу, посмотрев его, провести диагностику, направить его, сказать, что вот тут посмотреть, здесь УЗИ сделать, здесь тут посмотреть, здесь мне не понравилось, здесь не понравилось. И мы уже составляем какую-то определенную систему диагностическую. Так вот, когда мы все это сделали, все прошли, поставили какой-то уже совместный диагноз, дальше мы переходим к лечению. И один из вариантов, очень важный и нужный, это кровопускание. Что мы делаем, когда мы делаем кровопускание? Выпуская кровь, мы выводим токсины из организма, первое. Второе, выводим продукты распада внутриклеточного, продукты из лишнего холестерина, то есть как бы через кровь мы выводим все эти токсины, которые накопились в организме. Ведь кровь, это как бы является, как, знаете, восточные медики говорят, что сердце – это мать, а болезнь – это дети. То есть сердце, кровообращение – это база, это основа, это сок, который кормит весь наш организм. То есть кровь – это та часть, которая восстанавливает солевой баланс. Это то, что транспортирует кислород. То есть в принципе любое заболевание нужно начинать с того, чтобы сначала восстановить нормальное кровообращение. И только потом уже приступать к дальнейшему лечению. Поэтому мы так много внимания уделяем именно вот этой методике, методике кровопускания. Этой методике уже очень много лет, более 2000 лет этой методике. И она как бы настолько разнообразна, она ведь не только у нас, она есть и в Индии, в Индии у них вот их бог-лекарь, он держит в руке пиалу для кровопускания. У мусульман, у мусульман хиджама, это очень знаменитая методика. И у них ведь в Коране сам Магомед обязательно рекомендует делать кровопускание каждому мусульманину. То есть понимаете, это такой стоп. В древней лекаре мы, по крайней мере, слышали о том, что использовали такой метод. Да, то есть эта методика очень сильная. Но причем мы должны отдать должное тому, что данный метод, как говорят сами китайцы, они говорят так, что данная методика решает нерешаемые проблемы. То есть улучшая состояние тела, как они опять же говорят, болезни убегают. То есть вот такие есть у них фразы. И когда проводятся вот эти элементы кровопускания, то стали замечать, какие результаты. То есть помимо того, что снижается артериальное давление, снижается сахар, улучшается общее самочувствие, проходит онемение рук и ног. Но еще, ко всему прочему, как бы добавляются элементы эйфории. То есть у человека как бы повышается настроение, он становится более активный, появляется смысл жизни. А сколько же надо крови потерять, чтобы эйфорию получить? Много, много. Как бы крови уходит и 100 миллилитров, и 200 миллилитров, в зависимости от того, с чем пришел к нам пациент. Поэтому эта процедура тоже делается не каждый день. Она тоже делается раз в две недели, раз в три недели, раз в месяц. То есть в зависимости, с чем пришел пациент. И когда мы, помимо того, что мы с вами уже рассказали про диагностику, мы проводим еще и диагностику самой крови. То есть мы смотрим, какого цвета кровь. Черная, красная, бледная. Голубую не наблюдали еще? Нет. Смотрим по температуре, теплая она или горячая. Смотрим, есть ли примеси в этой крови. И от этого тоже идет диагностика, помимо того, что мы лечим. То есть здесь как бы сразу мы и смотрим, и лечим. То есть и проводим уже, приводим к какому-то определенному результату. И в тибетской медицине как бы тоже говорится о том, что в стенке каждого сосуда находится нервное окончание. И вот это нервное окончание, оно связано еще с определенным сегментом спинного мозга. То есть помимо того, что мы кровоупусканием улучшаем общее самочувствие, помимо того, что мы выводим токсины, мы, ко всему прочему, еще и лечим органы. И мало этого, когда человек теряет кровь, он же не может оставить это место пустым организмам. Он что начинает? Он начинает тут же вырабатывать новые молодые эритроциты. И это к чему приводит? К самому главному, важному вопросу нашей жизни – к омоложению. Может, тогда почаще просто эту процедуру делать? Почаще не нужно, тут тоже есть свои моменты, но просто сейчас опять очень большой, как мы начали с вами, что 120 лет, да? Но надо же прожить не просто 120 лет, надо же прожить в силе, в здравии, в уме. И поэтому эта методика, она еще и приводит к омоложению, и она является профилактикой старения. То есть как бы, как сами восточные медики, как наш профессор говорил при учебе, он говорит, вы понимаете, к нам приходят уже с заболеванием. А в принципе на эту процедуру должны приходить вот упадок сил, ну все, ну ничего неинтересно, вот надо как-то вот взбодрить себя. Приходят. Например, у человека какая-то депрессия, невротическая реакция какая-то. Вот они приходят, делают процедуру, и у них опять начинается новый этап жизни. То есть настолько это элемент кровопускания, он дает вот этот стимул жизненный. Лучше, чем кучу таблеток пить. Конечно, лучше, чем кучу таблеток пить. Поэтому процедура очень важная и нужная, но когда мы с пациентом провели диагностику, провели ему лечение, то обязательно в условии идет дальнейший разговор с пациентом. То есть мы обязательно говорим о том, что постараться как можно на меньшее количество таблеток уйти, как можно меньше пить таблеток. Почему? Потому что это порочный круг. Таблетка попадает в печень, печень выпускает плохую кровь, кровь опять идет в орган, таблетку опять пьем, и пошел порочный круг. Поэтому, конечно, по возможности, если человек лечится, то мы стараемся от таблеток потихонечку хотя бы их уменьшить, это количество приема таблетированных препаратов. И кроме того, что таблетки, мы, конечно, очень много уделяем внимания питанию, очень много уделяем внимания, как человек живет, что он делает. Очень часто приходят пациенты, ну, сейчас много таких, как те, кто не хотят выходить из своего болота. То есть они приходят, вот мне вот, доктор, плохо, мне надо то. Начинаешь разговаривать, а вы хотите, а давайте, вот надо то-то, то-то. Не хотят ничего менять, вы имеете в виду? Очень удобно на диване. На диване, с плюшками, с конфетками. Ну да, с телевизором. А то, что мы от них просим, там, двигаться, там, ложиться рано спать, там, есть определенная система, что они должны нам дать. Не все еще и на это идут. Поэтому мы, конечно, уже знаем, когда работаем с пациентами, мы уже даже примерно знаем, у кого какой будет результат. Потому что огромную роль играет сам пациент. Мы помощники, мы поможем, мы улучшим кровообращение, мы поможем. Но если сам человек не будет, не приведет к тому, что вот ему надо поменяться, и что он сделать должен то-то, 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 то, что ему рекомендует доктор. Знаете, как опять восточные медики говорят? Болячка из-за плеча пациента выглядывает и говорит, вот 10 лечил, ты 11-й, кто кого? Я всегда пациенту говорю, давайте вы на моей стороне будете, а не на нее, на ее стороне. А в основном настолько привыкают к тому состоянию, что как-то вот и ладно, ну и что? Ну и, видимо, приходят в надежде, что дадите опять-таки волшебную таблетку и все закончится на этом. Да, да, да. И мы всегда пациентам говорим, что любой человек, он должен стоять на трех вопросах. Первое, что ты ешь? Второе, где ты живешь? И третье, что тебя окружает? И когда вот эти все моменты схвачены, и человек начинает осмысливать, что происходит, тогда и идет движение вперед. И тогда мы получаем те результаты, которые нам нужны. Поэтому это важно. Татьяна Геннадьевна, вот вы вначале говорили, что при остеохондрозе, при прочих заболеваниях кто-то пошел на массаж, но это не очень эффективно. Ну а вообще массаж, вы его вообще не используете? Нет, обязательно. Массаж очень эффективный, это замечательная методика. И массажей, кстати, очень много, и вариантов массажей много, которые эффективны. Но именно я говорю о том, что есть запущенные моменты. Не когда просто хондроз, а когда уже настолько спайка мягких тканей, настолько она зацепила и образовала вот этот вот, как мы говорим, торт, что прожать массажем трудно. И когда к нам приходят, и вы знаете, как вот с грыжами позвоночника, я всегда говорю так, давайте попробуем. На операцию вы успеете всегда. Но амбулаторно попробовать один-два сеанса надо. И когда мы пробуем амбулаторно, конечно, мы не берем огромные грыжи, мы не берем, когда эти клинические уже серьезные моменты, но когда это небольшие грыжи, то есть, ну что бежать сразу на всякие такие более серьезные процедуры, придите, попробуем. Результаты есть, результаты очень хорошие. Причем я должна хотела сказать еще по поводу ожирения. Тоже это вот только я привезла в марте с Пекина. Оказалось, что кровопускание, оно и этот метод лечит, и этот диагноз лечит. То есть в Калифорнийском университете было доказано, что элементы кровопускания сжигают 650 килокалорий. То есть, понимаете, как бы вот настолько разнообразна эта процедура, и настолько много можно ее применять при каких заболеваниях. Но, конечно, там методики разные, и места введения разные. Не возникнет сейчас у кого-то желания, ну, проколоть там палец иглой, вот тебе и кровопускание самостоятельно, дома. Надо знать, где колоть, надо знать места, и надо иметь определенную технику, и нужно иметь специальный одноразовый инструмент, которым это все делается. Причем это инструмент определенный, он определено заточенный. То есть это не так просто, и не следует делать это самостоятельно? Ни в коем случае, ни в коем случае. Потому что есть определенные места, и здесь очень тоже все хитро продумано. У нас на теле располагаются определенные линии меридианы, которые отвечают за определенные органы. Как ни странно, вот, например, у нас меридиан легких, он находится на руке, меридиан толстого кишечника на руке, хотя казалось, толстый кишечник внизу, да? То есть, но эти линии связаны внутренним ходом с теми органами, которые нам нужны. Но кровопускание мы будем делать не там, где орган находится, а там, где проходит линия, которая отвечает за данный орган. То есть, понимаете, тут целая система. И колоть, если вот болит, так сказать, как, например, там, попу мы и попу колем, не всегда это правильно. То есть, как бы, мы должны обязательно знать, откуда и что идет. Почему я говорю, что когда приходит пациент, мы стараемся докопаться до причины, докопаться до корня данного заболевания. Ведь, знаете, как, очень же часто многие диагнозы, которые у нас сейчас есть, диагнозы знают, клинику знают, а патогенез-этиологию, откуда она взялась, никто не знает. И когда не знают этиологию и патогенез, не знают, как лечить. Лечим примерно. Почему? Потому что не знаем, откуда. И когда мы начинаем копаться, мы тоже же не докопаемся до конца, да, если это какое-то серьезное заболевание, но мы хотя бы приблизимся к какой-нибудь из первопричины. И очень часто так бывает, что приходят пациенты, начинаешь расспрашивать, как он питается, и там уже понятно, что 80% его болезни – это его питание и его жизнь. Татьяна Геннадьевна, а как попасть на лечение? Что надо сделать для этого? Ну, нам нужно, конечно, записываться по телефону, по записи. Мы, как я уже говорила, люди командировочные, периодически уезжаем на консультации в другие города. Но в Самаре бываем часто, долго, поэтому можно к нам записаться. Сначала прийти на консультацию. Я все-все расскажу. Консультация долгая, пока я все разузнаю. Не 10 минут. Пока все расскажу. Это новая методика после марта. И потом уже мы вместе с пациентом решаем. Решаем, стоит ли ему этим заниматься, пойдет он этим путем здоровья, или все-таки ему удобно на диване. Тут уже все не только от меня зависит, а зависит еще от самого пациента. Очень много интересной информации сегодня рассказали. Надеюсь, те, кто лежит на диване, увидят обязательно нашу программу, потому что при личной консультации, очевидно, этой информации в разы-вразы больше. Да, конечно. Будем подводить итоги. Всемирная организация здравоохранения по результатам анализа причин заболеваний пришла к выводу, что здоровье человека в процентах зависит. Сейчас внимание, это как раз то, о чем говорила Татьяна Геннадьевна. На 80% от самого человека, на 15% от генетики, на 5-10% от экологии и лишь на 10% от медицины. Так что ваше здоровье и будущее в ваших руках, следите за ним внимательно и доверяйте специалистам. Спасибо большое. Спасибо. Увидимся в программе «Здоровье». Субтитры подогнал «Симон»